Музыка в action И вот мы уже ставим мировые рекорды Мы проводим главную музыкальную премию Мы открываем для вас шоу-бизнес Телеканал, с которым так много связано Первые клипы, первые успехи, премия Но это неотъемлемая часть моей жизни, уже много лет Но пришло время признаться, мы кое-что от вас скрывали Сейчас типа будет просто *** И сегодня настал тот день Когда мы расскажем обо всех секретах Правильно надо, конечно И покажем все, что осталось за кадром Вы же это вырежете, ну что я тут могу сказать? Бывает нажрешься, еще не такого увидишь На старт, внимание, упс Почему все пошло не по сценарию уже в день запуска Муз-ТВ Должен был прийти Борис Николаевич, нажать на эту кнопку И сказать там, добрый путь, там что-то там Стыдно, когда видно Дверь не закрывал, поэтому подписал и побежал обратно в студию Что за трэш творился в студии, пока зрители смотрели клипы в прямом эфире? Опа, и повернулся, когда подожди, машина надо, опа, машина, шина надо Между лажей и за шкваром Привет, я Василий Куйба, проявлюсь Как пранки ведущих выходили из-под контроля Все не должно было быть так по сценарию, чуваки За что нашим корреспондентам доставалось от звезд? Джигант как-то очень был не рад моим вопросам Почему Жанна Агузарова пряталась от нашего ведущего за диваном? Я ее так цыпа-цыпа-цыпа и за диван потихонечку выманил Здравствуй, мой родной Мусури За что до сих пор стыдно Лере Кудрявцевой? Ужасно, ужасно Кто довел Олю Бузову до слез? Как вообще можно оскорблять девушку? И почему за ведущим Артемом Шалимовым пришла полиция? Артем, вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве Настало время достать все скелеты из тайного шкафчика Мустава Ведь чистосердечное признание смягчает вину? Крепитесь, удачи Премьера на Муз-ТВ Королева хитов на все времена Певица Слава Ну что, страшно? Настоящий тигр шоу-биза Султан Лагучев Министерство кайфа одобряет Кайф Слава против Султана Лагучева Разрешите мне не голосовать? Может кто везет кого-то, а я ехтенную люблю Вы пришли к своему, а я вам свою пришлю Пришла пора признаться Телеканал Муз-ТВ начался с косяка И косячили мы в первый день своего открытия Молодцы, что создали такой канал 1996 год Новый музыкальный телеканал запускает лично президент России Борис Ельцин Казалось бы, что могло пойти не так Должен был прийти Борис Николаевич, нажать на эту кнопку И сказать там Добрый путь, что-то там Канал Муз-ТВ, живи и все на свете Александр Пряников, один из первых ведущих Муз-ТВ Вспоминает Все вроде бы шло по протоколу Он подвел президента к той самой кнопке запуска Борис Николаевич на нее нажал Есть! Ура! Спасибо! И тут Пряников решил Надо сделать что-нибудь эдакое Покреативить И тут, короче, Борис Николаевич собрался уходить А я думаю, что это я буду его отпускать Это же мой звездный час Борис Николаевич, я говорю А может быть у вас какой-то есть любимый клип? Ну, знаете Ну И тут, значит, Борис Николаевич замкнул Я слышу, как за моей спиной шевелятся волосы на голове В общем, его пресс-секретаря Пока длилась эта бесконечная пауза Пряников успел пожалеть, что задал вопрос И вот Борис Николаевич наконец выдал базу Я люблю ваш канал Вот это будет вам достаточно И все такие Фух, выдохнули Но причем тут клипы? Дело в том, что тогда, в середине 90-х Их можно было посмотреть только по телевизору Подростки и зрители постарше весь день дежурили возле экранов в ожидании любимого видеоролика. Скоро для них запустили программу по заявкам «Вечерний звон». Что будем смотреть и слушать? А слушать будем Амазонну песню «Мюзик». В то время дозвониться в прямой эфир было почти как выйти в открытый космос. Можно было не только заказать любимую песню, но и пообщаться со звездными ведущими. То есть ты дозвонился, ты уже крутой, и тебе отвечает телевизор. Я не представляю, что происходило с людьми, которые жили где угодно, совершенно там, да, вот. А тут с тобой разговаривает там Белка. А меня Вика зовут. А меня Белка зовут. А как тебе дела? Ларису Пятницкую зрители помнят под псевдонимом Белка. Она и другие ведущие, Оскар Кучера, Аврора, Дарья Суботина, были дежурными по прямому эфиру. А давай, давай. Шина, 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 шина. Надо опой повернуться, когда дальше. Скажите, когда я в эфире. Дозвониться к ним в прямой эфир Муза мечтали все. А дозвонившись, зрители даже пели на радостях. Я смотрю в ТВ на экране, ты в маке розовый, и статуировками жутисты, и поешь песни русские, а прическа твоя просто супер. Только вот дозвониться мог абсолютно любой, а значит, и ожидать можно было все, что угодно. Что могли устроить в эфире? Ну, там, когда-то даже что-то, кто-то вырубнулся. А поскольку это прямой эфир, вот этот звучочек пи не всегда получается наложить. Нужно было быстренько отреагировать, свернуть очень корректно, красиво, чтобы не бросить звонящего, грубо там, да, все, пока, там, пошел, да, куда-то там. Нет, то есть это так нужно было смиксовать. Эфир шел три часа без перерыва. И за несколько минут, пока длился клип, ведущие должны были успеть припудрить носик. И в прямом смысле слова... Наш визажист, значит, врывается в студию, пудрит, пудрит. Редактор говорит, у вас там, типа, секунда. И я ей говорю, Лиза, фу! И в переносном. Естественные надобности никто не отменял. Если очень хотелось в туалет, а такое хотелось, у тебя было там, я не помню сколько, минут три-четыре, микрофон никто не отстегивал, и только кричал, выключите звук в студии, потому что это все же работает. И дверь не закрывалась, поэтому подписал, и побежал обратно в студию. Ведущая Липа столкнулась с еще более серьезной проблемой. Куда-то исчезла вся ее одежда. И это за несколько минут до эфира. Мне оставили только те вещи, которые нельзя надевать на вот такой вот зеленый фон хромакей. То есть я буду просто голая. Потом мы узнали, что одна моя коллега забрала эти вещи, потому что много передач мне слишком дали. В эфир Липа вышла в одежде, которую ей собрала съемочная группа. Как говорится, с миру по нитке. Кто-то поделился блузкой, а кто-то брюками. С вами я, Липа, девушка, которая никогда не врет. Не верите? Да я вам зуб даю. Ну а кто же оставил Липу без штанов? Ведущая провела расследование, ей все выяснило. Маша Малиновская, Машу, люблю, обожаю. В общем и целом, все хороши. Телеведущие делили одну и ту же программу. Рейтинг самых сексуальных клипов на Муз-ТВ. Сначала чарт вела Маша. Всем привет. Это 10 секси. 10 самых сексуальных клипов на национальном музыкальном канале Муз-ТВ. А потом ее сместила Липа. Видимо, в этом и был весь, как сказали бы сейчас, замес. С вами Липа. Маша Малиновская уступила мне свой любимый хит-парад. Спасибо. Эта скандальная история могла бы сейчас стать поводом для новостного сюжета. Ну а в те годы новости на Муз-ТВ были совершенно другими. Какие сенсации будоражили зрителей 20 лет назад. Хорошая аура идет от этого льна. Убирает плохую энергетику. Как информационная служба добывала первые скандальные кадры. Эй, пацаны, ну успокойтесь, ну вы чё? Камеру успешно в этой драке разбил. А я там чуть ли не в замес попал. И на что готовы наши корреспонденты ради эксклюзива. А я тебе не отдам, ты до конца теперь будешь сидеть. Сейчас мы будем говорить о Гегеле. Привет, Муз-ТВ. Привет, я Кэти Перри, особенно для Муз-ТВ. Звезды стали ближе, потому что на Муз-ТВ запустили легендарные про-новости. Чтобы публике, которая с утра до поздней ночи смотрит и считает количество трупов в новостях, было на чем остановить глаз. Привет, в эфире еженедельный обзор про-новостей. Первый выпуск новостей вышел в 2000 году. Тогда же в эфире появился и про-обзор. Еженедельный дайджест самых интересных новостей за неделю. Выпуски шли в записи, и ляпы ведущих оставались за кадром. Но они, конечно, были, и мы их, разумеется, нашли. Итак, встречайте первый новостной ляп от первого ведущего новостей Василия Куйбара. Привет, я Василий Куйбар, проявлюсь. Когда именно появился вот этот бренд про новости, я уже встал в кадр как один из ведущих этих новостей первого созыва. На тот момент большую часть программы занимали зарубежные новости. Интернетом еще не так активно пользовались. Материалы присылали в Россию на кассетах. За время пути новости неизбежно старели. И эта новость дайджести приходила в октябре, ты мог ее поставить, допустим, 4 ноября. Тоже новость. То есть за актуальность информативной никто не гнался. Константин Николаев в то время пришел на должность креативного директора канала. Он вспоминает, о российских артистах тогда новости почти не рассказывали. Разве что в конце выпуска. Состоялась презентация новой работы певицы Натали, видеоклипы на песню «Черепашка». Это такой прикольчик маленький. Приколы певицы Натали. Сейчас даже сложно себе представить, что на музыкальном канале могли появиться такие новости обо всем и ни о чем. Хорошая аура идет от этого льна, убирает плохую энергетику. В какой-то момент стало ясно, зрителю нужны другие новости. И не только о музыке, но и о тех, кто ее создает. А именно об артистах. Где они отдыхают, что носят, кто в кого влюбился в светской тусовке. Известный фигурист Евгений Плющенко в шоке. Его без пяти минут бывшая супруга Мария Ермак тайно дала их сыну Егору свою фамилию. Новый формат вызвал сумасшедший зрительский интерес. Рейтинги резко взлетели. За 3-4 месяца про обзор стал из 0 в 16, что-то 1 в 36 было. А для этого просто... Опять же вот на контенте, где перестали смотреть про музыку, стали смотреть про кто с кем сбит и кто кого там бьет может. С тех пор корреспондентам недостаточно было просто приехать на съемку и снять концерт. Нужно было добыть для зрителя эксклюзив любой ценой. Порой ценой разбитой техники и лица журналиста. Эй, пацаны, ну успокойтесь, ну вы чё? Константин Николаев и сам однажды приехал снимать модную тусовку, а попал в драку. Возник конфликт. Комедийщиков с кем-то избил этот таро, и я эту камеру успешно в этой драке разбил. Вот это был самый трэш. Вот если говорить про трэш-трэш, это вот когда исполнение рабочего долга тебе дают по физиономии. Впрочем, камеру тогда оберегли больше, чем корреспондента. Лицо до свадьбы заживет, а вот новую технику купят нескоро. Финансирование канала в то время было довольно скромным. У нас в то время-то в Останкино стульев не хватало для всех, серьезно. И компьютер был один на двоих. Мы, в общем, вот этими всеми средствами, достаточно скромными, скажем прямо, производили продукт, который, в общем, обсуждала вся страна. Бедный, но гордый и очень целеустремленный, телеканал Муз-ТВ не знал слова «невозможно». Это именно мы привозили топовых зарубежных звезд и записывали с ними эксклюзивные интервью. Причем в промышленных количествах. Кто только не давал нам интервью. Рэпер Фифти Сент. Николь Шерзингер и Пусикет Доллс. И, конечно же, она, голосистая, несравненная Кристина Агилера. Привет, я Кристина Агилера, и вы смотрите Муз-ТВ. Во время приезда в Москву певица категорически отказывалась общаться с журналистами. У Кристины были проблемы на личном фронте. Она была на грани развода. О съемке смог договориться программный директор Муз-ТВ Константин Николаев. Он провел интервью, которое, к сожалению, так и не увидело свет. И прям видно, что она прям вот чуть-чуть и сейчас расплачет. Все, я довольный такой, думаю, сейчас спущу в эфир. Какое же было мое удивление, когда я понял, что у нас не записалось. Я уже не помню, что это было. То ли батарейка села, потому что они постоянно садились, потому что они работали уже 10 лет к тому моменту. Ой, не записалось. Самая страшная фраза, которую так боится любой журналист. Но техника подводит. А люди нет. На что только не шли, да и сейчас идут наши журналисты в погоне за эксклюзивным материалом. Чтобы задать вопросы рэперу Басти, корреспондент Артем Кавишов притворился студентом, когда рэпер давал лекцию в университете. Там есть такая трибуна, откуда вещает лектор. Я туда подложил микрофон Муз-ТВ. Он разрешил студентам задавать свои вопросы. И, соответственно, я под видом студента начал задавать ему вопросы. Он увлекся, начал активно рассказывать. И в моменте понял, увидел этот микрофон. Ирина Аллегрова вот уже несколько лет никому не дает интервью. Но нашего корреспондента Артема Скоробогатого это не остановило. Его не смутило ни отсутствие разрешения на съемку, ни грозные охранники вокруг певицы. Мы поперлись вот за кулисы ждать Аллегрова. Мы не знаем, откуда она выйдет, в каком она настроении. Мы знаем, что человек это очень суровый. И она идет просто вот так, вот такой мандраж, потому что куча охранников, как она отреагирует, пошлют, не пошлют. Мы бежим за ней. Нас никто не останавливает. Оператор говорит, а нам точно сюда можно? Точно можно? Я говорю, можно идем. Сейчас, блядут. Съемочная группа не пострадала. Нам удалось получить поздравление от затворницы Ирины Олеговой. С Новым Годом! И чтобы этот год был добрый, хороший, теплый. Но в погоне за эксклюзивом журналисты могут и ошибиться. Наш репортер Георгий Ивашенко рассказывает, однажды на фестивале он увидел рядом с Аней Лорак и ее мужа. На тот момент у певицы были очень напряженные отношения с супругом. Пара разводилась. Я говорю оператору, снимай этого чувака. Это муж Лорак. Он здесь с ней. Что он тут делает, я не знаю. Снимай. Я бегал за ним. Типа, можно интервью, можно интервью. Чувак не понимал, что я от него хочу. Оказалось, что это ее менеджер там какой-то. Это было очень смешно. Да, быть корреспондентом Муставе не так уж и легко. Вот пойди, попробуй взять интервью, например, у Анны Семеновича. Ну как можно сосредоточиться? Расскажите, вот... Чуть быстрее задавайте вопрос. Ну, мужчины меня поймут, ее тоже сложно слушать в этот момент. Ты меня так очень, что с вами не слышишь. А уж попасть под горячую руку Филиппа Киркорова легче легкого. Да не меня снимай, блядь, ты снимай вот этого. Что ты, блядь, меня снимаешь-то? Господи, боже мой. И в моменте у нее просто портится настроение, и он нас обматерил буквально. Посылал Филипп два раза. Какой-то вопрос ему не понравился первый раз. И второй раз на премии. Он очень долго стоял на дорожке. Прям долго стоял. Я подхожу, думаю, ну мало ли что случилось. А? Меня? Наоборот. Что за *** вопрос? Ура. Что больше тебе ни одной ты видишь? Ну и Джиган тоже как-то очень был не рад моим вопросам. А ваш, как искать? Пишите. Пишите. Тем не менее, Муз-ТВ знает подход даже к самым капризным звездам. Как наш ведущий укращал Жанну Агузарову. Я так цыпа-цыпа-цыпа из-за дивана потихонечку выманил. И почему Шура ради нашего телеканала сменил профессию. Так, товарищи, подходим. Стали как покупанные. Ты сам ку-ку. Я сейчас вас просто, я не знаю, что с вами здесь. Я давно не била мужчин. Со звездами нужно быть готовым ко всему. Я иногда могу психануть и сделать сальто. Джема Арифулина на Муз-ТВ отвечает за коммуникацию с артистами. Говорит, порой их требования удивляют. И вот реальный случай. Имя артиста мы, конечно, не можем озвучить. Но вы все его прекрасно знаете. Долго не могли согласовать наружную рекламу. Пришел запрос от артиста смягчить локоть. Вот, в итоге делали несколько правок. Все не утверждалось. Редакция решила оставить как есть. И отправить тот же самый первый формат. В итоге артист все согласовал. Говорит, ну вот, можете же, когда хотите. На Муз-ТВ к артистам умеют найти подход. Да так, что они соглашаются на участие в любых программах. Даже в прямом эфире. Впрочем, иногда мы доводим звезд до слез. Моя любимая Олечка Бузова. Что-то ей показалось не так. И она прям разревелась в прямом эфире звездного допроса. Как вообще можно оскорблять девушку? Хорошо, Оль. Одно дело, когда женщина вступает. Все, все, все. По-моему, ей не понравилось то, что я сформулировал вопрос таким образом, что назвал ее словом персонаж. Ты тот самый персонаж, ты та самая личность. Я не персонаж. Подожди, ну... Я девушка. Хорошо. Олечка, если ты смотришь, я извиняюсь и за то, что я сейчас произнес это слово, и за то, что тогда. Я переживала, переживаю, буду переживать. Александр Пряников держал звезд в страхе. Он считался одним из самых жестких и бескомпромиссных журналистов МУСТ-ТВ. Если нужно, говорит, значит, нужно. Приходит полным составом, не бросая на амбразуру мощнейших русских пряников, двух не самых говорливых участников группы. И не самых умных, если ты меня сейчас еще будешь перебивать. Но перед эфиром Жанны Агузаровой его предупредили. Одно неловкое движение или неуместный вопрос, и артистка уйдет прямо во время программы. Она часто так делает. Я захожу в студию, нету Жанны Агузаровой. Я такая, не понял. Оказывается, эпатажная певица спряталась за диван. Я присел вместе с ней за диваном, я говорю, здравствуйте, Жанна, это я, Саша. И я ее так цыпа-цыпа-цыпа из-за дивана потихонечку выманю. Пока Жанна выбиралась из своего убежища, в эфир пришлось выпустить архивное видео. Чтобы мне тогда помог. Сейчас я вам кассету принесу, все будет в порядке. Кассету, мы хотим, чтобы она играла. И рокобильную кассету мы тоже найдем. Жанна Агузарова, прошу, Витя Жалова, здравствуйте. Здравствуй, мой родной Мусури. Не менее эпатажный Шура удивлял покупателей в магазине косметики, продавал духи. Кому на тестер, кому на язык. Что-то клиент дикий какой-то сегодня. Такое задание ему дали редакторы программы «В народ». И, похоже, артисту понравилось. До сих пор вспоминает. А, это магазин, ооо, это было круто, да. Что только не делали артисты в кадре наших телекамер. Например, крутой, да-да, великий и прекрасный Игорь Яковлевич. Я говорю, так, Игорь Яковлевич, я говорю, я сейчас выхожу из гостиницы, читаю подводку. В этот момент вы подъезжаете ко входу, значит, на электромобили для гольфа. Игорь Яковлевич, ну что, подвезете меня, подбросите? Несмотря на сколько ты заплатишь. Но иногда все шло совсем не так, как было задумано. Почему съемочную группу едва не забрали в участок? Выходят сотрудники правопорядка, достают там чуть ли не оружие, обоих сразу к стенке. И почему за ведущим Артемом Шалимовым пришла полиция? Вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве. Муз-ТВ радовал зрителей любимыми клипами и интервью со звездами. Ну, сколько можно. Но когда почти во все дома, а потом и в телефоны пришел интернет, этого стало недостаточно. Потеря интереса массовой аудитории именно к видеоклипам и вынудила все музыкальные телеканалы переходить на другой формат. На Муз-ТВ тоже начали экспериментировать. Одна из первых скандальных программ – папарацци. Больше делать нечего, что ли, а? Так, камеру оставишь? Камеру оставь? Откроем вам большой секрет. Первый выпуск был постановочным. Героем стал Атар Кушанашвили. Я говорю, пожалуйста, отработай так, чтобы когда зрители смотрели передачу папарацци, они были уверены, что ты правда выпивший. Дай мне его аппарат. Дай мне его аппарат. Они начинают драться, он его отталкивает. Мы где-то из-за кустов это все снимаем. Мимо проезжает полиция. Выходят сотрудники правопорядка. Начинают, достают там чуть ли не оружие. Обоих сразу к стенке. И хотя эпизод с полицией в программу не попал, зрителям такой формат зашел. В моду входили реалити-шоу. Героем одного из первых стал Сергей Лазарев. Это случилось после того, как я ушел из дуэта с Мэш. Здесь очень важно поймать и характер, и лошадь. Ну, в общем, все, не буду рассказывать. Правда, надолго Лазарева не хватило. Я понял, что не хотел бы, чтобы камеры за мной следовали везде и всюду. А вот шоу с другим Сергеем Зверевым стало самым долгоиграющим и самым популярным. Это я. Ой, я горю. Все-все-все, горю. Ты что, брови отваливаются? У меня все внутри мокро. Звезду не бережете? Зрители несколько лет наблюдали за буднями короля гламура. Каждая сцена в шоу, полный фэшн – это и смех, и грех. Мы его ставили в какие-то ситуации парадоксальные, из которых он должен был каким-то образом не то, чтобы выходить, но вести себя так, как он обычно себя ведет. Вот, это было смешно. А еще это было очень откровенно. Неужели король гламура настолько раскрепостился, что не стесняется показываться в таком виде? Прямо сейчас мы откроем вам секрет, о котором до этого момента не знал никто. В очень большом количестве сцен, где, значит, Сергей Зверев в одних трусах в бане снимался, давай и дик. А вот еще один секрет, который остался за кадром программы «Жена на прокат». Певица Слава в одном из выпусков очень не хотела строить отношения с популярным рэпером Мистером Блэк Стар. Я помню, я очень не взлюбила Тимати, потому что он, наверное, считал, что он очень крутой, но как-то, в принципе, он считал все правильно, как показала практика и жизненный опыт. Он там что-то качался на каком-то тренажере, вот, и он откачался, и я говорю, все, больше не хочу с тобой общаться. Но в кадре все было очень мило. Вот тот самый тренажер и тот самый Тимати. А, ты все прямо в ножи, все, боже, какие волнующие кадры, снимайте, скорее снимайте. Смотрите, смотрите. Тимати вообще часто мелькал на экране Муз-ТВ. Вот он отдыхает в шикарном отеле в реалити Япина Пикапи. У нас один из самых крутых фанхаусов в городе Гонконг. А вот убирает навоз в шоу вечера на хуторе. Работаем, работаем. Все кинули работу. Один стойкий олаганный солдатик. Куда мы только не отправляли звезд. И в деревни. Тургаш, ну где-то я вас видел. Так я ж на рынке торгую здесь. И на улице города. Давайте погадаем нас ужиного ряженого. Все потому, что бюджеты были довольно ограниченными, а фантазии нет. Вот, например, юмористическое шоу Романа Трахтенберга. Следующий. Тоже, кстати, был снят на коленке где-то в каком-то ресторане. Король анекдотов выдавал деньги тем, кто мог рассказать смешную историю, которую он еще не слышал. Юмору здесь не место. Вы рассказываете тупые анекдоты, я их пытаюсь закончить. Все совершенно нормально. Почему тупые? Не обязательно тупые. Вы знаете, это была очень рейтинговая телепередача. Трахтенберг решил посмотреть, куда заведет людей жадность. И создал еще одно шоу. Деньги не пахнут. Участники были готовы практически на все, чтобы заполучить призовой фонд. По моей команде вы берете апельсины, засовываете в носок и начинаете выдавливать через носок. А запах! Ну а потом эту мерзкую жижу надо было еще и выпить. И даже на это люди были согласны ради денег. Чуть позже на канале «За юмор» стала отвечать тройка бывших КВНщиков и будущих резидентов комедий-клаб Родригес Харламов-Воля. Меня зовут Тимур Родригес, это Надежда. Прямо сейчас мы с Надеждой объясним вам правила. Вы готовы? А вы же ведущий. А что, вы правила не знаете? Сергей пьет кисель через рубочку. Глупейшего занятия придумать невозможно, честное слово. Ой, вот посмотрите, Дарт Вейдер! Вручите ему меч! За некоторые программы ведущим сейчас даже стыдно. Испытание верности – это какой-то был трэш вообще. Лера безжалостно проверяла чувства девушек и парней на прочность. Вместе с сомневающимися влюбленными, телеведущая устраивала слежку за их вторыми половинками. Поиграем, а потом уже поедем. Ну, куда они поняли? Например, на театр. Или куда-нибудь еще. Хочешь в ресторан? Не важно. Договорились? Умница. Я в ней разочаровываю. Кстати, эта программа, она была абсолютно реальной. Даже несколько выпусков не выходило в эфир, потому что герои отказывались подписывать разрешение на выход в эфир. А такие подставы делали ужасные. Господи, прости мою душу грешную. Леру можно назвать одной из первых пранкеров. Ну, а потом эту эстафету подхватил Артем Шалимов. Вот один из выпусков шоу по Шалим Шалимовым. Сегодня под мой прицел попали артисты лейбла Black Star Натан и Дони. Натан и МС Дони думали, что будут пранковать людей на улицах. И согласились сыграть таксистов. Артисты и не предполагали, что на самом деле Шалимов планировал разыграть их. По моему сценарию, актриса, которая садилась третья в машину, она должна была начинать рожать. У нее должны были начаться схватки. Ребята выпали в полнейший осадок, остановили машину во время движения и начали на дороге останавливать скорые. А вот, 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 вот скорая, вот скорая. Да это не к нам. Да пусть позовем, какая разница, может они свободны. Пранк вышел из-под контроля. Рожать никто не собирался. Живот у актрисы был накладной. Все не должно было быть так по сценарию, чуваки. Вы понимаете, это розыгрыш над артистами. Встреча с скорой окон. Да мы понимаем, так мы же вас не вызывали. Мы остановили машину в рабочем режиме, и вроде бы и шутка, и все остальное. Мы были растерянными. А еще через пять лет сработала телевизионная карма. Артему Шалимову пришлось объясняться ни много ни мало с полицией. Я захожу в гримерку, стоят полицейские с автоматами. Артем, вы обвиняетесь в изнасиловании и убийстве. Я стою в шоке, у меня начинает дергаться коленка. Полицейские назвали имя жертвы. Ею оказалась Анжелика Пушнова. Всем привет, это ПРО Новости, и я Анжелика Пушнова. Я говорю, да, прекрасно знаю, это моя соведущая в программе. Благо они говорят, нам нужно тогда связаться с Анжеликой, чтобы узнать, что с ней все в порядке. Полиции удалось дозвониться Анжелике. Оказалось, она жива и здорова. А вызов полиции был чьим-то не очень смешным розыгрышем. Кто автор этого пранка, Артем до сих пор не знает. Может быть, Натан на пару с Доней решили отомстить. Шалимов? Ах ты, патлец. Никаких секретов я и рассказывать не буду. Видимо, этот скелет так и будет пылиться в чьем-то шкафу. Но о своих тайнах мы вам все рассказали. Мы косячили в прямых эфирах и в записи. Оксана Федоровна. Федоровна. Оксана Федоровна. Ссорились с топовыми артистами. Все, ребята, извините. Что за вопрос? И мирились. Ах ты какой наглый. Выкручивались из сложных ситуаций и сами их создавали. Вся запулистная история собрана. Меня просят вывести. А разве бывает иначе, когда создаешь что-то большое и грандиозное? А слушайте, а сейчас такое время. Мне кажется, все наши косяки, они быстро появляются на просторах интернета. И в том числе, конечно же, на Муз-ТВ. Поэтому все фейлы, все ошибки, все победы и все невероятные какие-то взлеты, они тоже как на ладони. Самое главное, никогда не теряться и понимать, что что бы ни происходило, все идет по плану. По плану и не очень, мы работаем для вас уже 28 лет. И точно не собираемся останавливаться. И косить. И качать. И косячить. И косячить тоже продолжим. Куда ж без этого. 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 Продолжение следует...